Вечер на седьмом. Здравствуйте, мы в прямом эфире. Я Вячеслав Касим, а в гостях у нашего канала сегодня секретарь городского совета Олег Брынтак. Добрый вечер. Добрый вечер. Собственно, мы пригласили вас поговорить, потому что послезавтра Одесса отмечает день рождения, и по идее вы должны быть немножко в курсе того, что будет в этот день. Итак, 2 сентября в Одессе исполнится 221 год. Исполнится 221 год с тех пор, как был заложен первый камень в основании порта. Дата не круглая, тем не менее, если посмотреть на список мероприятий, которые проводит мэрия в этот день, тут 40 событий практически. А чего такой пафос в такую не круглую дату? Я не вижу здесь пафоса. На самом деле, мы должны понимать, что совпадает по сути две больших даты. Это 1 сентября, это день знаний, когда наши детки идут в сады и в школы. И действительно, день города, 2 сентября, когда традиционно Одесса принимает десятки делегаций с разных стран. И день, к которому мы стремимся подарить Одессе множество подарков, потому что это именины, а мы говорим, что именинница должна получать подарки. Перечень мероприятий, он традиционен, он из года в год практически повторяется. Если посмотрите прошлый и позапрошлый год, то практически многие из этих мероприятий, а это уже хорошая традиция, например, районные мероприятия, которые близко к людям повторяются. Из новых мероприятий, наверное, в этом году можно отметить открытие музея Утесова, то, чего не было в прошлом году. Я думаю, что это событие для города, и то, чего Одесса заслужила, и Утесов заслужил в год своего юбилея, наконец-то получить собственный музей. А остальные мероприятия, еще раз говорю, они традиционные, я думаю, что это хорошая традиция, ее надо поддерживать, в конце концов, это же именины. — Основание Одессы, точная дата основания, это вообще такой очень сложный вопрос, потому что был заложен порт, было присвоено имя, было принято решение о строительстве порта и так далее, и тому подобное. Более того, сейчас есть точка зрения, что Одессе следует считать, что и 600 лет, а не 221, в связи с тем, что до этого был Кочубей, который ранее был упомянут, вот 600 лет назад. Я смотрю, что у вас как раз в перечне мероприятий есть события, посвященные 600-летию порта Кочубей. Вы пытаетесь совместить эти два способа празднования? 221 год Одессы и 600 одновременно? — В этом году это действительно было поднято на новый уровень, наверное, дата 600 лет. Хотя мы в прошлом году отмечали эту дату, и не только эту. И 2600 лет на каждый день города, да, собственно говоря, и в уставе города это прописано, мы чтим и помним города, которые предшествовали, поселения, которые предшествовали в Одессе. Это наша история. Может быть, дай бог, со временем, историки изучат более глубоко наш средневековый период, античный период, и мы сможем проследить непрерывность нашей истории, начиная даже не с Кочубея, а начиная с античных поселений. И, может, мы дойдем до такого периода, когда мы смело скажем, что Одессе 2500 лет. Но на сегодняшний день, как историк, скажу сужу профессионально, есть в нашей истории большие пробелы, которые нуждаются в изучении, дополнении. Поэтому сегодня мы можем говорить, что были поселения, которые существовали на территории нынешней Одессы в античное время, были поселения, которые существовали в Средневековье, в том числе и Кочубей, и были поселения, которые существовали в новое новейшее время, это, собственно говоря, Одесса. — Но Одессе мы считаем 221 год. — По факту — да. А тем не менее, я еще раз говорю, давайте поработаем немножко на имидж нашего города, на историю нашего города, не будем ее забывать. У нее славная история, в том числе города-предшественники, поэтому ничего зазорного в том нет, чтобы ее изучать и в том числе вспоминать о юбилейных датах. Факт есть факт, есть летописные упоминания о Кочубее 600-летней давности. Есть соответствующая постанова Кабинета Министров, Верховной Рады, и мы ее, конечно же, реализуем. Чем больше одесситы будут знать историю одного города, тем лучше. — Главное событие 2 сентября — это будет, собственно, народное гуляние на Приморском бульваре, концерт на Потемкинской лестнице, это из года в год повторяется, у нас же два главных праздника — это Юморина, собственно, и День города. Что будет 2 сентября вот там, вот на Потемкинской? — Ну, я еще раз говорю, у нас хорошая традиция есть вынести празднование в районы. И вот в трех районах уже праздники прошли районы, еще один праздник будет завтра в Киевском районе. То бишь многие люди, которые традиционно не могут попасть в силу занятости, возраста и так далее, на Потемкинскую лестницу могли отпраздновать День города у себя в районах. Что касается действительно центрального события этого праздника на Потемкинской, то он в этом году немножко изменил формат. Он, скажем, стал, наверное, более одесским, более интеллигентным, наверное, потому что добрая половина концерта — это будет такой ноу-хау наше своеобразное — готовит Одесский национальный оперный театр. И это будут произведения, лучшие произведения, хорошо знакомые одесситам, которые, как нам кажется, и с Потемкинской лестницы будут очень неплохо смотреться, слушаться. Это и попури известных опер, арии, это и саундтреки к фильмам, и все это в сопровождении Большого симфонического оркестра и Большой труппы. Моментами будут 200 человек на сцене. Я думаю, что это будет очень зрелищно, я думаю, действительно будет на что посмотреть. Ну и, конечно, будет вторая часть, которая традиционно эстрадная, скажем так. В этой части у нас и Пикардийская терция, в этой части у нас ТИК, Потап и Настя и ХДВ. То бишь, я думаю, на все вкусы, как для старшего поколения, так и для молодого, у нас будут концерты и, конечно же, праздничный фейерверк, как бы без него. Пригласить таких исполнителей, как ХДВ, ТИК, те же Потап и Настя, это стоит денег. Сколько это обойдется все городу? Традиционно городу помогают в этом отношении предприниматели. Вы видите, мы много ремонтируем и строим. Это тоже небюджетные средства. Так и День города, как правило, делается за небюджетные средства. Из бюджета оплачивается сцена, часть фейерверка. Установка, кстати, у нас сцена будет не одна, их будет три. Еще два концерта у нас в горсаду. Я приглашаю одесситов, пользуясь случаем, 3-4 числа. В городском саду будет Утесов фест, у нас юбилей Утесова, и будет красивое мероприятие 3-го числа. А 4-го вечером мы будем праздновать совместно 25 лет Всемирному клубу одесситов. Мы увидим любимые одесские коллективы. Михаил Михайлович обещал быть. Я думаю, что вот эти все 4 дня пройдут под таким вот одесским хорошим настроением. Это будет на самом деле праздник именины для города. Утесов фест это что будет? Это будет фестиваль одесской музыки, джазовой, эстрадной. Это будут одесские исполнители. Фестиваль посвящен, с одной стороны, открытию музея, с другой стороны, юбилею Утесова. То есть они будут петь просто же, играть просто джаз или петь песни непосредственно Утесова? Я думаю, будет и то, и другое. Как вы ожидаете в мэрии, сколько людей примут участие в праздновании День города? Ну, помещается традиционно от 15 до 20 тысяч на Потемкинской лестнице. Традиционно она заполнена, я думаю, в этот раз она будет заполнена. И предвижу ваш вопрос, особенно зная, что сегодня произошло в Киеве. Предпринимаются самые жесткие меры по безопасности, вы знаете, и специальная комиссия. И создана муниципальная безопасность полностью в своем действии с милицией. И сегодня уже служба безопасности дала информацию, что она ввела особый режим по поводу массовых мероприятий в Одессе. Поэтому, конечно же, мы во всеоружии встретим праздник. Ну, пусть одесситы не волнуются. Все, кто должен за это отвечать, будут на своих местах. Одесситы должны не думать ни о чем плохом. Приходить на мероприятия, праздновать, веселиться, чтобы осталось хорошее настроение. Будет ли в этот день как-то ограничиваться продажа спиртного в городе, как это практиковалось раньше на Юморине, на том же Дне города? Дело в том, что раньше это практиковалось, потому что была разрешена торговля спиртным на улицах. Уже несколько лет эта торговля запрещена по факту. Разлив спиртных напитков, распитие спиртных напитков запрещено законом. Поэтому, конечно же, если такие факты будут, милиция будет их пресекать. Хорошо. Ну, в общем, удачно нам встретить День города. Это хороший праздник. Приятно, что Одессе, можно сказать, даже 600 лет в определенном смысле. Давайте перейдем к вашей непосредственной работе, поскольку вы секретарь Горсовета. Было бы, собственно, интересно узнать, состоится ли сессия Горсовета, которая была перенесена на 10 сентября, после того, как Горсовет не смог собрать кворум на последней сессии, когда планировали принять решение о признании России страной-агрессором. Кворума не было, сессию перенесли. Вот она должна состояться 10 сентября, чуть больше, чем через неделю. Сессию состоится или нет? Очень печально, что мы свели сессию, которая планировалась и которая планируется, к одному вопросу – признание России страной-агрессором. Потому что это была чрезвычайно важная сессия для города, на которой мы должны были решить несколько жизненно важных вопросов. Например, у нас под угрозой отопительный сезон, потому что по новому нынешнему законодательству и по положению, который распространил Кабинет Министров, полностью затраты на ТГО, на нашу теплооснабжающую компанию, ложатся на городской бюджет. Если раньше мы могли брать из тарифа, который жильцы оплачивают, частично оплачивать газ, электроэнергию, воду, частично зарплату и ремонты, то сегодня все деньги условно уходят за газ, и все остальное, правительство Киев говорит, что это ваши проблемы, одесситы, как вы будете закрывать эти много миллионные, десятки миллионные проблемы. Поэтому сегодня это наша проблема, и на этой сессии мы должны были выделить деньги на ТГО, для того, чтобы они, а, выплатили зарплату своим работникам за два месяца, б, начали подготовку более интенсивную к ремонтным работам, к отопительному сезону. Это только решение сессии. Кроме того, мы должны были там учредить детские сады, и, которым мы к дню городу, кстати говоря, 7 детских садов в этом году дарятся, скажем, 10, такого не было никогда. Почти на тысячу человек уменьшается очередь автоматически. Это новые детские сады или перестроенные, так скажем? Значит, три из них абсолютно новые. Один перестраивается заново, по сути, разваливается и строится заново. Значит, в двух добавляется по 225 человек, это, по сути, новые детские сады, это несколько новых групп. То есть мы смело говорим, это не передергивание фактов, мы говорим смело, а одна школа переводится в детский сад, полностью перереконструируется. То есть мы смело говорим о семи детских дошкольных учреждениях новых. Плюс поликлиника новая, плюс инфекционные, корпус инфекционной больницы. То есть это целый ряд подарков, которые, мы говорим, город дарит к этому дню. Вот все эти вопросы должны найти более свое отражение в сессии. Кроме того, изменение в программу социальной поддержки. Те деньги, которые мы закладывали в этом году, уже исчерпались. Необходимо добавить в программу, действительно, постоянно обращаются. Тяжелые заболевания, операции, помощь в особых случаях и так далее. То есть необходимо было добавить деньги в эту программу. И вот такие перечень таких острых вопросов, которые, ну, начало бюджетного процесса, которые мы обязаны просто повестись в эту сессию. И, конечно же, обидно, что вот из-за такого достаточно спорного политического вопроса, спорного я имею в виду с точки зрения ряда политических сил, которые, собственно говоря, и не явились на эту сессию, сессия была сорвана. Я очень рассчитываю на то, что 10-го числа кворум соберется, потому что, еще раз повторяю, сессия крайне нужна городу, всем одесситам. Я, пользуясь случаем, призываю своих коллег, депутатов, прийти на эту сессию. Какие бы политические решения там не выносились, есть экономические, социальные вопросы, которые мы, как депутаты, обязаны решить. Вот это вот решение гипотетического признания России страной-агрессором, оно, в принципе, не имеет практического значения, поскольку, ну, извините, кого волнует, что думает Одесский горсовет по поводу того, является Россия страной-агрессором или нет. Но это вопрос политический, в городе вокруг него все бьют крыльями, и останется ли он в повестке дня на вот этой вот следующей сессии? Или вы предпочтете его снять? Нет, так его подает автор. И, собственно говоря, я предполагаю, что он его и будет подавать. Я-то вам говорю откровенно свое мнение, это откровенная провокация, и она, как раз, по-моему, сделана для того, чтобы сессию сорвать, чтобы действующая городская власть что-то не сделала, и чтобы вызвать какое-то определенное недовольство одесситам. Потому что по-другому принимать решение, обращение к Верховной Раде о том, что Россия-агрессор, когда Верховная Рада об этом полгода назад уже приняла решение, мы понимаем, немножко, да, есть определенный как бы нонсенс. То есть это абсолютно политическое решение. Во многом, конечно, вы правы, оно во многом формально. Но оно заброшено как раз с целью той, понимая, что есть ряд фракций в городском свете, которые это решение не поддержат ни при каких обстоятельствах, забрасывалось с этой целью, чтобы сорвать сессию. Я об этом практически и уверен. Хорошо, но вот уже с началом сентября, собственно, начнется предвыборная кампания по местным выборам. Не боялись ли вы, как секретарь собственного совета, что теперь любая сессия Одесского горсовета будет превращаться в какое-то предвыборное действие? Потому что каждому депутату, который захочется остаться, ему нужно будет проявлять какую-то активность, в общем, заявлять о себе избирателям, партиям тоже. И, в общем, всем будет немножко недоработать. Это неизбежно, увы. Да, вы правы, это неизбежно. Все предвыборные сессии такие, очень заполитизированные. Но это наша карма, наверное, мы должны это тоже пережить, понимая, что это и публичный орган, представительский орган, не только хозяйственный. Поэтому, да. Но сейчас у нас как раз начало бюджетного процесса. Вы сами об этом сказали. То есть нужно верстать, собственно, бюджет на следующий год. Сможет ли горсовет сделать этот бюджет нормально в условиях, о которых мы говорим? Откровенно говоря, это только старт бюджетного процесса. И, естественно, нет смысла даже ставить вопрос о принятии бюджета в этом созыве, если его будет де-факто пересматривать, а, я думаю, и принимать горсоветного состава. Поэтому пока что идет предварительная работа. И, естественно, никто даже не ставит вопрос о принятии бюджета в этом созыве не будет. Но это бессмысленно. Уже действительно определятся с новым депутатским корпусом. И доверие, которое будет оказано, они реализуют в тех наказах и бюджетных пунктах, которые они реализуют в бюджете 2016 года. Сейчас я еще раз говорю. Первое очередное. Это социальная политика, это муниципальные дотации и помощь, это хлебные деньги, те, которые мы выплачиваем, это больше 30 миллионов, это подготовка к зиме. Вот те вопросы. Это создание детских дошкольных учреждений. Те ключевые вопросы, ну и целый ряд хозяйственных, которые, я уже не говорю, в повестке более 150 вопросов, посмотрите земельную повестку. Сотни людей, которые ждут приватизации у своих земельных участков под своих домами. Они-то чем завинили, они уже годами, десятилетиями могут свою землю отвезти под своими домами. Ну, они стали заложниками вот такой политической ситуации. Вот эти срочные все вопросы, они будут рассматриваться 10 сентября, да? Повестка не поменялась, да. Будут ли другие сессии еще до выборов, или это будет последняя сессия от вас? Почему мы планировали сессию на конец августа, чтобы успеть хотя бы еще одну сессию провести в октябре? Мы законом о публичной информации поставлены в рамке, что сессия не может быть раньше, чем раз в полтора месяца, потому что за месяц только надо публиковать, за 20 рабочих дней надо публиковать это практически за месяц, повестку дня. То бишь, если 10-го проводится сессия, то мы теоретически еще можем успеть одну сессию провести в конце ноября. Но вы сами говорите, действительно, за неделю или за две до выборов эта сессия может превратиться в шоу, поэтому... Но мы планируем в любом случае. Ну что ж, времени осталось совсем немного. Я могу вам разве что предложить поздравить одесситов с наступающим днем рождения города нашего. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие одесситы, земляки, у нашей мамы скоро именины, буквально послезавтра. Я хочу от вашего имени поздравить ее с этим праздником. Она у нас, несмотря на годы, вечно молода, вечно юна. И я думаю, нашими общими усилиями красиво, всегда красиво. Давайте отпразднуем этот праздник так, как умеем только мы, одесситы. Есть масса площадок, много мероприятий, на которых мы можем поднять настроение себе, окружающим, гостям. Приглашаю всех на все площадки, которые организовал город, на наши концерты. Я думаю, что мы достойно встретим именины нашей Одессы. Всех с праздником! С наступающим! Спасибо и счастливо! Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok